Сегодня мы хотим кауч сомы, карпи, караси Все-таки ликарик, обожаю, любимый мой вид рыбалки Никогда не знаешь, что его ждать Ачубаджа Щука еще одна Добыча Денис, а это удочка, посмотрите, что происходит с этой Мамонт Мамонт Опять щука Технопланксона Так, ну и первый заброс Экскер Будем сейчас раскладываться Еле нашли грузики Скажи, расскажи, Игорь Об этой баталии Сейчас я даже покажу И порекомендую за одну Вот от толстолобика Будете видеть Плюс-минус Покупайте вот такие Пятидесятиграмовые Ну, сорок грамм здесь Вот это по-хорошему не надо, можете ее отломать, если кому-то глаз мозолит Так ее надо отломать Потому что может зацепиться Там нету этого, блин Тоскогубцев Ну и в общем С этим грузиком Далеко забросить можно Скажем, с попутным ветром На соточку можно залупить Да, Игорь? Смотря какой крут у вас Если жесткий крут полетит на урок Да Сегодня мы с Юрой И с моими племянниками Лиля и Ваня Ваню вы уже видели Лиля приехала с Канады В гости И просится на рыбалку Здорово, мои дорогие друзья Здорово встретить вас Сегодня мы хотим кауч Сомей, карпи, карси Есть Ну и чистим картошечку Будем жарить картошку На сале С селедочкой Все как положено Сделали Вот такую решеточку Для сковородки С дыркой посередине И для котелка Для мангала Сейчас картошечку, а вечером шашлычок Гляньте сколько Вот это надо сало Сейчас перчиком И перец Это для того, чтобы Сало было еще вкусное И посолим сейчас И это все Жирок этот посолим Чтоб оно было От солнечного масла Для того, чтобы вообще Смесь жиров была И она будет меньше пригорать Картошка Сначала картошку Полностью в жиру Обволокти Всю Полностью И тогда она будет вкуснее Немножко рассыпается Но это дело такое Вот так вот Это сразу убрать Полить Ай, просто отлично Игорь бедит за поплавками Да Ну все правильно У каждого своя задача В этом действии Да Игорь Батькович Вот только рыба со своей задачей справляется Пока что не очень Рыба не очень, говорит, сплавляется Вообще Филонит нас Ну хотя нас Если совсем честно Мы это особо и не ждали Что она клевать будет вечером Правда? Правда, правда Вечер у нас Для расслабляющего Для расслабляющего ужина А утро А утро Будет разрыв Мы тут Рыбу будем Вылавливать всю Секатор забыл взять Вот здесь вот надо будет Кусты Немножко пообрезать Рыба кстати хорошо ходит Вообще Четенько Отлично Вон наши Родные Брат и сестра Одна в Канаде Другой в Польше Шьют палатку Григорий Если ты увидишь Если ты увидишь Это Можешь передать им привет Покажи Вань что ты пришиваешь Оторвался Крепление Для спицы И для забивания колышка И они шьют И они шьют На века шеи Вань Да я так и шью Молодец Тем временем картошечка подошла У нас поклевка На аддонный техноплантон Мы очень надеемся Мы проспали Доброе утро Доброе утро Мы проспали Доброе утро Из-за хорошей еды Вот Ну опять Начинаем Сейчас Перезакинем И вперед Да я тебе говорю Жиба Первая утренняя Поклевочка Ух ё Поднимай эту удочку Проходи Денис А это удочка Посмотрите что происходит с этой Нет С какой Вот с этим поплавком Смотрим Гарь что тут творится Нет Ты должен был пройти наверное под этой удочкой А теперь смотри Вот да Подойди сюда Ух ё Ух ё Ух ё Ух ё Ух ё Поклевка Ваня Иди сюда На эту сторону Вот смотри Там всё Ух ё Есть Ой ё ё Ой ё Ванюшка Иди Давай Футай Что это за прядь А чё это снасть? Это наша? Наша снасть Вот и тянем рыбу Да Затекло ещё этот поплавок здесь стоял Вот приехал Игорь Быстрее распутывай Распутывать и выручивать нас Быстрее распутывай С порога Ну давай Быстрее распутывай А ты её подсёк? Она там запилась да? Всё хорошо Всё класс Решили перебросить эту сюрприз Блин Ну конечно Ну хотел вот эту Давайте у тебя две удочки Ооооооо Так это щука Влопоты Это щука Щука? Да ну как Ух ты ё Ужин садок да Может что-то там садилось Короче давай Ну поймать Ой ёй 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 я подтягиваю давай я только не вижу руководи а вот смотри смотрите этот поплавок вот нас еще одна в садке садки ёшкин кот вот такая рыбка какой-то толстолобик итак всем привет с кем не поздоровался я на речке ребята поехали за продуктами напоминаю сегодня мы проверяем наш биопланктон решили выехать на дикарик где мы ловили в прошлом году безветренная погода которую обещали не срослась ветер к тому же сильный ветер вот надеюсь это не помешает рыбалки потому что я хочу наш рецептик таки проверить сегодня поставил один донный вот он и 3 поплавочка у меня один подгуст я забыл и два товарища вот потом берег как раз дерево торчит я туда за дерево ближе к камышу ну пока не видно чтобы плавал толстолобик это по берегу прошелся пока нету и заценил вот там местечко вообще тихо-тихо но там уже сидят люди к сожалению заняты так что в конечном итоге у нас получилось сесть не там где мы хотели но как говорится имеем что имеем ловим здесь ваня надул лодку просто монстр с два с двух качков за рекордное время 3 минуты 27 секунд полностью молодец вот такой двухместный барк держался залили помощь была от сестры как положено до юра наловил живца так как мы сегодня поймали ночью щуку мы хотим поставить кружки на живца ну и на карпа так что на свиную тушенку он два поймал а тем штук поменял на банку свинцу свиной тушенки ну тоже рыбака шо и так мы пробуем новый рецепт и рассказывай какой то что я говорил в начале видео что у нас сегодня собственно говоря основная цель рыбалки это проловить на дикари на биопланктон на толстолобика мы сделали дикари вот он река 24 бочонка вот будем пробовать только-только начинает выплывать толстолоб уже видели первых которые плавали сейчас забрасываем убавляем звук потому что пугается и будем ждать результатом забросили на донный и три у нас получается стоит на поверхности слушая давай сделаем акцию для украинцев за лучший комментарий вышлем им 10 не 10 а 9 до 9 планктонов почему не людям сделаем приятно до 10 к лучший комментарий лучше нет давайте не так лучший вопрос игорь сам определит а я вышлю вам три разных вида биопланктон белковый и корицу договорились и теперь поедем ставить кружки 12 часов уже прошло 4 часа ни одной поклевки вообще ни на что не клюет забросили уже даже несколько на карпа снастей даже на леща уже бросили не понимаю почему но клёва нет вот на это столобика не видно чтобы плавал я так по берегу прошелся вот слева от 100 метров 150 как раз камыш вот и это единственное место где я видел что он плавает на камыша на тому же сидит на удочку как-то ну неудобно будет ему за головы забрасывать поэтому я уже подожду когда он едет и пойду туда побросаю может только этому моменту уже сюда здесь к нам подплывет но пока что нет ветер кстати стих ветер сейчас достаточно не сильный вот как-то так ребята уже решили приготовить обед нашем случае завтра даже будет более правильно сказать потому что не завтракали еще по крайней мере пока пауза у нас между попытками клёва рыба поэтому будем 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 пробовать и ждать дальше а там дальше будет видно времени у нас до вечера еще много мы сегодня на сутки заехали заехали вот так что вероятность поклевки еще достаточно высоко учитывая количество времени которое у нас есть по снастям теперь у нас четыре на толстолоба одна на дно две на карпа забросили одну поставили на живца на всякий случай а вдруг вот ребята там еще в ряд когда ветер стихнет хотят на удочке посидеть там под кустик заплыли и засыпали хорошенько скажите я скажу закормкой может там приманим какого-то там карасика либо чего-то побольше а дальше будет видно так ребята ну подошел обед рыба стоит вообще все мертво я не знаю почему так ну кушать хочется всегда поэтому мы закинули пару баночек тушенки выпариваем ее сейчас уже сварили макароны и потом это все мы поджарим опять же на сковородочке просто бимбу будет вот и мы пришли за сырьем на наш новый технопланктон который будет в следующем видео и а и 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 это прикормка на будущую рыбалку с этого получится офигительный техноплантон добыча нет лучшего рецепта без водорослей водоема водоема да что мы собственно говоря и сделали обрали бесплатного сырья это если ребята кому рецепт или что мы кидаем как минимум можете делать из того что есть под руками этого будет более чем достаточно например связки естественная еда на которой он не будет пугаться и будет просто поглощать мешка грязки сел попробую на удочку на месте которое мы сделали посмотрим вот так вот на поплавочную а а а а а а а а уху еще одна хорошая тоже восьмерочка короче мы с щучиной будем с котлетками для этой недели вот так вот а 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 все таки дикарик обожаю любимый мой вид рыбалки никогда не знаю чего от него ждать что поймаешь независимо на то на что ты ходишь ловить вот как у нас сегодня например если на толстолобика конечными итоге ни одной поклевки на толстолобика не только у нас свою у других вот две щуки поймали таких ничего весьма и лещ сошел карт короче такое почему я когда иду на речку в основном но когда так уже иду знаете где-то на сутки хотя бы я стараюсь брать с собой все снасти если на что-то уже в зум совсем не берет пробовать другую третью четвертую и тогда что то что тогда получается вертушечка отработала на щуку конечными туде вторую точнее первую поймали вообще на живца на маленького толстолобика который клюнул на планктон вот как то так поэтому если у вас позволяет транспортное средство воткнуть лишних там пару снастей которые не по профильной рыбалки уберите мало ли возможно как раз на них вы что-то и поймаете вот ну исходя из этого получается следующий расклад что нам теперь нужно ехать будет целенаправленно еще раз чтобы такие обловить техно планктон потому что сегодня вряд ли у нас это получится хотя еще не вечер все может быть заброшено как и раньше четыре карпятника на техно планктон 2 на карпа вот и коллеги ловят на удочки кстати вот на удочку на кукурузу как раз карпики клюнул с под веток которых я до этого сидел пошел поблеснить денис пошел посидеть на удочку вот пока он бегал с подсаком помогал мне достать щуку вот пришел у него висит товарищ не висит он в процессе побега был вам короче не поймали вот такие вот дела рыбалочка то ничего хорошее мамонт мамонт есть огогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогого это больше чем 1 до вот она вот это уже 10 плюс третий уже сегодня это да вот это монстр гляньте ну и мы после щучки одни ловят рыбу а другим то все равно приходится готовить сейчас сальца и опять картошечки расскажи как ощущение я в шоке я в шоке чтобы еще раз пойти купаться в такую реку никогда в жизни первая была от бровей до колена а это а это еще больше она по сравнению с той и опять гуляет вот все ваня решил тоже да ну а мы уже будем готовить кушать первый раз так увижу переливается хамелеон а давайте на него все направляем это усач он вредитель это жук усач их много усачьи гляньте как прекрасно вообще погода просто да настроение просто сегодня все побили свои рекорды по щуке вот и закончилась наша рыбалка точнее подходит к концу мы сейчас еще дожарим немножко мяса осталось попьем кофе мы уже собираемся по зачету у нас получилось весьма неплохо несмотря на первый день который показал себя ну мягко говоря никаким конечном итоге поймали мы три щуки одну мы поймали на технопланктон точнее на толстолоба которого она сожрала вторую щуку мы поймали уже я уже пошел блеснить вот и в конечном итоге вертушечка сработала частоте он даже покажу на какую именно вертушечку вот это наш сегодняшний чемпион самом деле самая дешевая покупал там за 20 гривен но офигенно результативные поймали мы три толстолобика но небольшие получается все пошли в плавание там до килограмма два поймали на биопланктон один поймали на траву конечном итоге получается так что мы еще раз будем ехать непосредственно целенаправленно тоже на толстолобика отлавливать потому что ну проверить не получилось у нас в принципе да потому что ну дикарь вот чем он классный даст что весьма непредсказуемый и очень часто такое бывало и в прошлом году у нас бывало когда едешь на какой-то конкретный вид рыбы вроде бы целенаправленно а получается все совсем наоборот как у нас в этом случае прошлом году мы точно также открыли сезон на жариха я увидел какие водятся жарихи какие в принципе бывает это мой личный рекорд это было 9 и 3 килограмма вот в почищенном виде он меня завесил 7 и 8 вот поэтому как-то так считаю рыбалка успешной потому что по зачету три толстолобика три щуки едва ли еще один на кило 2 на 450 грамм вот рыбалка была за эти два дня просто бомба ну не словили нормального толстолоба и карпа потому что щука им просто тут не давала кстати да мы сканяемся к тому что скорее всего тут переполох произошел именно за из-за этого им сейчас просто покажу леса примерно так вот в этом пятачке мы получается ловили здесь идет такой типа там расширение чуть-чуть русло и ямка она небольшая и принципе ребята вдали идею я думаю что она правильная что скорее всего сюда зашла такая как бы сталька щук весьма ну не маленьких размеров вот и переполошила конкретно рыбу потому что у нас мы ставили кружки простояли сутки кружки вообще даже даже не укусила даже не сажала ни одной кукурузинки мы пробовали горох мы пробовали черви мы пробовали зеленый горошек мы перепробовали все что угодно пробовали на удочки под кусты и бросать ни черта кормаки простояли мертвым грузом тоже как бы ни одной поклевки и вообще не увидели. Поэтому, скорее всего, хищник сделал свое дело, учитывая размеры, да, то есть там 8-10 килограмм, сами понимаете, то есть они толстолоба там на 1-2 сожжут, как пить дать, чтобы в пасть нога залазить. Вот. Вот это наша маленькая компашка, с которой мы поехали. Приехали ребята с учебы, Лиля с Канады, Ваня с Польши, вывезли их по-хорошему на природу. Ну и сами, конечно же, потусовались и заодно спланировали так, чтобы можно было и пооблавливать немножко. Лагерь наш уже потихонечку собирается. Вот. Сушимся, пьем кофе и по домам. Подписывайтесь на наш канал, ребята, будьте с нами, ставьте лайки, пишите комментарии, советы, рекомендации, за что я, в частности, особо сильно благодарен. И Денис запустил маленькую акцию, которую мы хотим сделать. Да, то есть за самый хороший, правильный совет мы отправим по Украине наш технопланктон. Вот. Поэтому, если кто заинтересован, напишите. А мы со своей стороны как бы сделаем все возможное, чтобы тоже вас порадовать. С вами был Игорь, Денис, команда. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok